Ребята, всем привет! Меня зовут Руслан, мы на канале Батя в деле, вещая из своей рабочей точки, да, прям в ходе как бы рабочего дня. И перед основной мыслью давайте посмотрим небольшой фрагмент. Что у нас тут, новая сложность в работе. Меня сейчас остановил гаишник, это ДПС, в общем, дорожно-постовая служба или, как вам сказал, технический надзор, выписал мне протокол. Я с ним написал, что не согласен, что мы поедем еще дальше общаться в этот технадзор по поводу этого нарушения. В общем, в путевом листе здесь не было номера телефона и адреса проживания юридического лица, ну типа ИПшника. Вот. Это типа супер нарушения. Здесь дословно осуществление перевозки пассажира автомобильным средством с нарушениями правил обеспечения безопасности перевозки пассажира автомобильным транспортом ФЗ-133-01-05-2016, написано. В путевом листе отсутствуют реквизиты, адрес предпринимателя и номер телефона. То есть, фактически, это прям нарушение безопасности перевозки, если у тебя в путевом листе, вот здесь вот нету номера телефона и адреса проживания. Ой, чудное, вообще просто глупость полнейшая. Мне сам гаишник рассказал, как он получал 5 тысяч штраф, там, значит, приводил свой пример. Ну, я все равно не вез, и я написал, что не согласится с этим совсем, и дальше мы с Эриком из такси-документа поедем как бы вот уточнять информацию, ну и пытаться опровергать ее, да, чтобы этого штрафа не было. Штраф на водителя полторы, то есть, на меня, на ИП, на мое 25, на механика еще 10. То есть, это вот за вот эту бредятину вот такой штраф может быть. Ну, погнали, посмотрим еще. Так, значит, и что? Что это был за фрагмент? Вот у меня здесь и протокол остался, и путевой лист. Собственно, сразу объясню. Там нарушение статьи 12.31.1, вот это нарушение безопасности перевозки пассажиров. Я, конечно, поржал с этого, но типа в путевом листе нету номера телефона. То есть, в моем путевом листе был адрес проживания ИП, ну, если это ИП-шник, это, скорее всего, адрес проживания, а не какое-то там место юрлица, допустим, вот, и не было номера телефона. Ну, просто я над этим поржал, потому что, ну, типа, как это может дословно бы влиять на безопасность пассажира, отсутствие или присутствие моего номера телефона в этом путевом листе, так как клиент, собственно, все равно его не посмотрит и не увидит, проверит его только какая-то служба. В основном это технадзор, там, МАДИ или еще кто-то. Собственно, в первую очередь хочется сказать тем, кто делает сам путевые листы, к этому моменту относитесь внимательнее. Тем, кто, возможно, только начинает работать в этой сфере, и вам кто-то делает эти путевые листы, смотрите, чтобы все эти данные всегда были в нем. То есть, допустим, номер ИП, там, и адрес юрлица, ну, типа, там, не знаю, адрес проживания, да, некий. То есть, это обязательно. Это такое вот нарушение. Какой штраф за него вообще грозит? По-моему, по памяти это было полторы тысячи рублей. На водителя. 20 тысяч штраф на ИП и 10 тысяч штраф на механика. Ну, типа, из серии на того, кто выпускал эту машину. В случае меня лично, сам я не рисую путевые листы, сам я их, там, не знаю, не печатаю. Ну, как бы, вот этой фигнёй я не занимаюсь. Для меня их делает компания ООО Аэромет. То есть, это раньше на слуху был таксидокумент некий. Я начал с ними дружить, можно сказать, после того, как узнал от ребят, что они берут на себя ответственность в плане штрафов. Я такой думаю, блин, классно, но, ну, это как всё вот так вот рассказывалось чьими-то словами. Личного примера не было. И вот я попадаю в ситуацию, когда меня тормозят. Мне говорят, что у вас в путевом листе, там, есть нарушения. Ну, то есть, там, долго именно остановил гаишник, который технадзор. То есть, он говорит, мы из технадзора. Вот, типа, как я понял, это спецотдел такой некий, который, ну, реально шарит, который, там, может найти всегда какую-то проблему. Ну, и, собственно, он говорит, у вас есть нарушение. Типа, здесь нету номера водителя или номера ИП, в общем, да, номера юрлица. Я говорю, странно, ну, то есть, он, как бы, сделан, там, по ГОСТам, по всему, вот, как должен быть. Я говорю, сейчас, подождите, я перезваниваю работнику ООО Аэромеда, этот тот момент, Эрик. Я говорю, Эрик, ну, и он же был механиком. Я говорю, слушайте, вот такая вот история. У меня, там, вот, остановили вот такое-то нарушение, говорят, и так далее. Он говорит, пиши, отказ. Типа, это вообще требование к ООО АЭП проходит, там, по этому нарушению, как должностное лицо. То есть, ну, собственно, бояться нечего. Пиши, не согласен, будем опровергать всю эту историю. Я говорю, ну, окей, типа, нет проблем. Я спросил, что если, ну, типа, как бы не получится. Он говорит, ну, не парься, все, типа, ну, как придет штраф, если вдруг, там, придет, если мы что-то не докажем, мы его оплатим, короче. Ну, типа, все будет нормально. Я говорю, хорошо, мы там договорились на определенную дату. С Эриком и с юристом поехали в ГАИ для того, чтобы опровергать. Ну, то есть, там была, опять же, дата, когда нужно было посетить и, ну, побыть на этом разборе. И, в общем, либо привести какие-то опровержения, там, либо что-то, я не знаю, обсудить, в общем. Либо мне выставлять штраф, либо его нет. В общем, мы ехали по пробкам туда, мы туда опоздали, получается, штраф мне выставили. Ну, самое интересное, что мне выставили только полторы тысячи, я не знаю, выставляли ли на механика, вот. И мне не пришло 20 тысяч на ИП, потому что у меня налогообложение как самозанято. То есть, фактически, ну, по ИПшке с таким налогообложением мы немного защищены от каких-то крупных штрафов по юрлицам. После того, как мы опоздали, мне снова еще сказал Эрик, что без проблем, если вдруг, там, ну, что-то как-то, там, какой-то штраф, там, приходит, мы, ну, сразу скидываешь нам этот протокол, там, или что-то в уведомление, там, из штрафов, там, из госуслуг, из чего-то. Мы, там, переводим деньги и оплачиваем. Спустя, наверное, месяц, может быть, пришел этот штраф, мне перевели деньги, то есть, оплатили, собственно, этот штраф закрыли, и все, и проблем никаких не было. Ну, вот, по итогу, что хочется сказать, собственно. Я, в принципе, хочу уберечь тех, кто только начинает работать в этой сфере. Если вы делаете где-то путевые листы, снова проверяйте все реквизиты, ну, то есть, там, собственно, адрес, номер телефона. Если вы просто ищете, где сделать путевые листы, я бы советовал вот эту компанию типа Эромет. Ниже будет в описании данные с адресами их офисов, они расширяются по Москве, уже много источек, там, не одна или две, допустим, а уже, как бы, ну, с каждым месяцем растут и развиваются. Если ищете какую-то проверенную компанию, я советую их. В принципе, они передо мной свое слово держали, как бы, оплатили штраф, ну, и, собственно, от слуха я увидел на деле, и, как бы, в принципе, доволен. В общем, на этом, наверное, закончим. Всем удачи, всем всего хорошего. Давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok